Привет! Как дела? Ну вот и наступил долгожданный международный женский день, с которым я вас, мои дорогие подписчицы, девочки, девушки и женщины, поздравляю! И сегодня ролик о том, как отмечают международный женский день в Англии. Возможно, вы удивитесь, но в Англии его вообще не отмечают. Это обычный рабочий день, в который все идут на работу или, как в моём случае, на учёбу. Поэтому, в принципе, я его уже давно и не отмечаю. Кстати, я хочу от души поздравить всех своих подписчиков мужского пола с прошедшим праздником Днём Защитника Отечества, о котором я, в принципе, как и о международном женском дне, также благополучно забыла, проживая в Англии. Однако у них есть свои женский и мужской праздник, который называется День Матери и День Отца. Ну, а теперь возвращаемся обратно в реальность и празднуем наши российские весенние праздники, мужской и женский день, вот в феврале и в марте. Конечно же, в эти заснеженные дни хочется весны, цветов, солнца. И всё это, в принципе, в Англии доступно. И уже в марте у них всё благополучно расцветает и цветёт практически целый год. Поэтому там нету такого настроения заснеженно-депрессивного, когда хочется каких-то ярких красок. В марте там уже расцветает как мимоза, которую я, кстати, впервые именно там увидела, как она растёт. Это реально дерево, а не какие-то цветочки. Сакура, магнолия, всё это расцветает и благоухает. И даже неким запахом пропитывается воздух запахом весны и счастья. Поэтому, в принципе, я не чувствовала того, что в моей жизни перестал существовать международный женский день. День весны и цветов. Часто по весне, в марте, к нам с братом приезжала мама, и брат дарил нам цветы в горшочках, правда, такие. То хризантемы, то гиацинты. И мы их выращивали потом, и даже на следующий год некоторые цветы распускались. Ну, вот такой вот, как бы, незначительный подарочек. В нашей русской семье вот таким методом отмечался женский день. Позже, так как это всё-таки был рабочий день, я его часто проводила в колледже, в университете. В ближайший к этому дню брат часто вывозил нас куда-то за город. Однажды мы вот в марте ездили в Дарсет и Саммерсет, просто вот так, какая-то обзорная экскурсия по этим двум графствам. У нас была, брат нас возил на машине, об этом я скоро расскажу. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. А так, в принципе, я часто в эти дни находилась на съёмках двух ежегодных мероприятий. Один из которых гала концерт русского балета, а другое мероприятие собирала на одной площадке в течение трёх дней огромное количество учащихся и выпускников британских колледжей и университетов на национальном фестивале танца под названием Move It. Об этом я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. А пока продолжаем дальше. В русском сообществе, которого как такового не существует в Англии, наверняка в каких-то маленьких группах празднуется этот день. Но, тем не менее, люди идут на работу в этот день, а так, может быть, возможно, собираются, опять же-таки, в ближайшие выходные отмечают всей толпой, всем народом. Чаще всего где-то в середине марта в Лондоне проходил основной русский праздник Масленица. То есть Масленица считается, ну так скажем, национальным русским днём в Англии. Но, к сожалению, и эту лавочку прикрыли. Об этом я тоже очень скоро расскажу. А так, в принципе, англичане даже знать не знают и слыхом не слыхивали о таком празднике, как 8 марта, о международном женском дне. Что мы знаем об этом празднике? Некая немка Клара Цеткин на международной социалистической женской конференции предложила проводить такой вот международный женский день, который предполагалось, что женщины будут идти маршем, шествием, устраивать какие-то митинги, привлекая внимание к своим женским проблемам. И таким вот и должен был быть, в принципе, праздник 8 марта. Но у нас немножечко переиначили, и просто он стал женским днём, когда принято поздравлять всех женщин с праздником весны. Дарить цветы, подарки, украшения и вот эва. Так скажем, некая оловерды в отместку за 23 февраля. Но женских митингов на 8 марта у нас не встречается. А в Англии в 2018 году я попала на одну такую процессию, на один такой марш женщин, которые отмечали 100-летие получения избирательных прав в Великобритании. И вот таким вот шествием, парадом они прошли по центру Лондона. Как это было, я вам сейчас покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как бы именно такие праздничные действия предполагались Кларой Цеткин на 8 марта. Ну, слава богу, что мы этот праздник отмечаем в узком семейном кругу, с друзьями, на работе. И никакими маршами, протестами и парадами это не заканчивается. Наверное, просто сложилась такая традиция отмечать этот праздник домашними посиделками. У меня же лично сложилась собственная традиция в Лондоне отмечать Международный женский день весенней фотосессией. С мамой или с подругами мы выходили в ближайший парк. Кстати, в марте уже иногда погода позволяла ходить в обычном летнем платьишке. И вот так пару фотосессий я проводила чуть ли не в сарафане. Но в другое время, конечно, приходилось надевать курточки и пальто. Раз на раз не приходится, погода переменчивая в Англии. Поэтому какой циклон приходит, ту одежду выбираем, как говорится. И вот такие вот фотосессии мы часто устраивали с цветами. Помню, я маме купила тюльпаны. И мы поехали с ней на полуостров Пененсула, где в Now Gallery, о которой я вам, кстати, недавно рассказывала, проходила выставка цветов. Подвесили такие живые ирисы. Но об этом я тоже немножко попозже расскажу. Мы подумали, что это достаточно такая весенняя цветочная выставка. Поехали туда пофотографироваться. Ну и потом еще рядом с галереей повалялись там на траве. И там пофотографировались с этими тюльпанами. Мы как раз их взяли с собой, чтобы сделать интересную фотосессию. А вот в прошлом году, именно 8 марта, я полетела в Лондон, в котором только-только начинала бушевать пандемия, ну как и во всем мире. И сейчас я вам покажу некоторые отрывки из моей поездки в марте прошлого года. Вот смотрите, какая была погода и какое было настроение у людей в парках, когда люди еще не знали об этом злосчастном вирусе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Желаю нам всем, чтобы этот пандемийный год наконец-то закончился. Надеюсь, с 8 марта мы начнем жить новой жизнью и постараемся стереть с памяти этот предыдущий год. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! До новых встреч!